Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока по биологии – органические вещества клетки, липиды и углеводы. Сегодня на уроке мы узнаем, какими свойствами обладают жир, масло, сахар. Поймем, какое значение имеют эти вещества для организмов. Увидим много интересных примеров, за счет чего некоторые животные могут обходиться без воды и выживать в суровых климатических условиях. В состав живого входят органические вещества – белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты. Они различаются по составу, свойствам и биологическим функциям, имеют молекулярную массу от 30 до несколько тысяч единиц. Низкомолекулярные органические вещества состоят из одного структурного звена, тогда как высокомолекулярные соединения могут содержать от нескольких единиц до тысячи структурных звеньев. Такие вещества называются полимерами, от греческих полимерис многочисленный, а их структурные звенья – мономерами. Липиды. В клетках живых организмах содержатся липиды. Липиды представляют собой органические вещества, которые состоят из жирных кислот и глицерина. К ним относятся жиры, масла, фосфолипиды, воски. Жиры остаются твердыми при температуре 20 градусов Цельсия. Масла находятся при этой температуре в жидкой фазе. Масла включают ненасыщенные жирные кислоты, имеющие одно или несколько двойных связей, а жиры – это насыщенные жирные кислоты без двойных связей. Фосфолипиды состоят из остатков жирных кислот и фосфорной кислоты. Благодаря наличию полярной фосфатной группы, часть молекулы приобретает способность растворяться в воде. Другая же часть молекулы остается нерастворимой. Из фосфолипидов строятся все плазматические мембраны живых клеток. Воски – это сложные эфиры жирных кислот и длинноцепочечных спиртов. Они используются животными и растениями в качестве водоотталкивающего покрытия, например, пчелиные соты, покрытие перьев птиц, эпидермис некоторых плодов и семян. В зависимости от типа клеток содержание липидов колеблется от 5 до 90 процентов. Например, в клетках жировой ткани липиды нерастворимы в воде, то есть гидрофобны. Фосфолипиды, в отличие от жира и масла, как мы уже говорили, имеют в своем составе остаток фосфорной кислоты, которая хорошо растворима в воде. Поэтому фосфолипиды обладают двойственными свойствами – гидрофильно-гидрофобными. В живой природе есть жиры, которые отличаются большим химическим разнообразием. Важнейшими липидами являются растительные масла и рыбий жир, желчные кислоты, холестерин, половые гормоны, витамины. Главной функцией липидов является энергетическая функция. При полном расщеплении и окислении 1 грамма жира выделяется 38,9 килоджоулей энергии. Жиры и масла являются запасными питательными веществами в клетках растений и животных, а также источником воды в организме, которая образуется при их расщеплении. Липиды выполняют роль источника метаболической воды для пустынных и находящихся в спячке животных. В частности, для верблюдов, способных обходиться без воды в течение 12 дней. Животные, впадающие в спячку, такие как медведи и сурки, также получают необходимую для жизнедеятельности воду в результате окисления жиров. При окислении 100 граммов жира в организме этих животных образуется примерно 105 грамм воды. Липиды могут образовывать сложные соединения с веществами других классов. Если жиры соединяются с белками, то такие соединения называют липопротеидами. А если с углеводами, то гликолипидами. Другая, не менее важная функция липидов – строительная. Фосфолипиды входят в состав мембран клеток. Из воска пчелы строят свои соты. Нерастворимость в воде делает липиды важнейшим структурным компонентом клеточных мембран. Липиды выполняют также защитную и терморегулирующую функцию. Механическая, а это амортизация ударов, жировая прослойка брюшной полости, защищает внутренние органы от повреждений. Подкожный жировой слой у многих млекопитающих предохраняют их от переохлаждения, повреждения внутренних органов. Благодаря плохой теплопроводности жир выполняет функцию теплоизолятора. У некоторых животных жир откладывается в подкожной жировой ткани. У китов такой слой жира может достигать метра. Это позволяет теплокровному животному жить в холодной воде полярного океана. У китообразных животных подкожный слой жира способствует плавучести. Восковой налет на листьях некоторых растений, например, у хвоинок ели или сосны, препятствует избыточному испарению, воздействию низких температур и солнечных лучей. Еще одна важная функция липидов – регуляторная. Половые гормоны и гормоны надпочечников выполняют регуляторную функцию. Гормон надпочечников – кортизон и половые гормоны – тестостерон и эстрадиол – это липиды. Некоторые липиды являются компонентами витаминов D и E. Так какое же значение имеют жиры для человека? Жир – это соединение, содержащееся в пище. Это один из трех видов энергии, которые использует человеческое тело. Другие – углеводы и белки. В одном грамме жира содержится 9 килокалорий. Углеводы и белки имеют всего 4 килокалорий на грамм. Слишком большая часть любого из этих источников энергии может привести к увеличению веса, поскольку жир обеспечивает более чем в два раза больше калорий на грамм, чем другие. Увеличение веса часто происходит из-за жира. Масла – это термин, используемый для обозначения жиров, которые могут быть жидкими при нормальной комнатной температуре. Жир имеет важное значение для человеческого организма. Он дает нам энергию и помогает организму использовать, как мы уже сказали, витамины А, Д, Е и К. Эти витамины являются жирорастворимыми, то есть их можно только переваривать, впитывать и транспортировать с помощью жиров. Жир также жизненно важен для поддержания здоровой кожи и волос, защиты органов нашего организма от шока, поддержания температуры тела и пропаганды здоровых функций клеток. Жир также придает нашей пище много вкуса и текстуры. Различают различные типы жира. Ненасыщенный жир, насыщенный жир и трансжир. Насыщенные жиры обычно твердые при комнатной температуре и являются натуральными жирами из животных или растительных источников. Насыщенный жир является нездоровым жиром, который повышает уровень холестерина в крови и увеличивает риск сердечных заболеваний. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров включают жирные срезы мяса, кожу от птицы, полные молочные продукты, такие как масло, молоко, йогурт, сыр и сливки. Многие продукты для вывоза и обработанные продукты, такие как пироги, выпечка, пончики, пирожные и печенье. Насыщенный жир также содержится в тропических маслах, таких как пальмовое зерно или кокосовое масло. Ненасыщенные жиры обычно являются жидкими при комнатной температуре и содержатся в растительных маслах. Ненасыщенные жиры в умеренных количествах действительно необходимы для хорошего здоровья. Они помогают снизить уровень холестерина в крови и могут снизить риск сердечных заболеваний и инсульта. Трансжиры встречаются редко. Они создаются в пище путем переработки, то есть частичного гидрирования других типов жиров, придавая им другую структуру. Например, когда маргарин сделан из масла, трансжиры ведут себя как насыщенные жиры. Они являются самыми нездоровыми жирами и могут вызывать сердечные заболевания. Трансжиры добавляют текстуру и аромат в пищу. Их обычно можно найти в коммерчески испеченных товарах, жареных продуктах, замороженных продуктах и обработанных продуктах, таких как соленые закуски, пончики, шоколадные покрытия. Углеводы. Это такая же необходимая составная часть любой клетки, как и липиды. Углеводами называют органические вещества, у которых число молекул воды в несколько раз превышает число атомов углерода. Сахаристые или сахароподобные вещества, углеводы, имеют общую формулу CNH2OM. В клетках животных содержание углеводов составляет от 1 до 3%. Это в клетках печени животных до 5%. В клетках растений находится до 90% углеводов, где они служат основным строительным материалом и запасным питательным веществом. По химическому составу углеводы делятся на простые и сложные. Простые их называют моносахариды, сложные олигосахариды, полисахариды. Простые углеводы моносахариды это глюкоза и фруктоза, которые содержатся во многих плодах растений. Пищевой сахар состоит из одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы. Рибоза и дезоксирибоза входят в состав нуклеиновых кислот. Это бесцветные кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде, сладкие на вкус. Соединения, содержащие два моносахаридных остатка, называются дисахаридами. Это мальтоза, лактоза и сахароза. Сахароза или тростниковый сахар наиболее распространена в растениях. В ее состав входят глюкоза и фруктоза. Сложные углеводы называют полисахаридами. Это высокомолекулярные полимеры, мономеры которых представляют собой повторяющиеся звенья, чаще всего молекул глюкозы. Большие размеры делают их молекулы практически нерастворимыми в воде. Они не оказывают влияния на клетку и поэтому удобны в качестве запасных веществ. При необходимости они могут быть превращены обратно в сахара путем гидролиза. Важнейшими полисахаридами являются крахмал, клетчатка, гликоген, хитин, целлюлоза. В отличие от моносахаридов, полисахариды не имеют сладкого вкуса, в воде растворяются плохо или совсем нерастворимы. Мономерами таких полисахаридов, как крахмал, гликоген, целлюлоза являются глюкоза. Клетчатка по химической структуре близка к полисахаридам. Высокое содержание клетчатки характерно зерновым продуктам. Углеводы входят в состав важнейших макромолекул, как, например, пентозы в состав ДНК, РНК, АТФ. В организме углеводы выполняют в основном строительную и энергетическую функции. Целлюлоза является сложным углеводом и образует клеточные стенки растений. Она нерастворима в воде. Целлюлоза является полимером глюкозы. В ней заключено около 50% углерода, содержащегося в растениях. Служит идеальным строительным материалом для стенок растительной клетки. По общей массе в живой природе Земли она занимает первое место среди органических соединений. Целлюлоза – это ценный источник глюкозы, однако для ее расщепления необходим фермент целлюлоза, сравнительно редко встречающийся в природе. Поэтому в пищу целлюлозу употребляют только некоторые животные, например, жвачные. Велико и промышленное значение целлюлозы. Из этого вещества изготавливают хлопчатобумажные ткани и бумагу. Полисахарид хитин входит в состав кожных покровов членистоногих и оболочки клеток грибов. Мона и олигосахара благодаря своей растворимости быстро усваиваются клеткой, легко мигрируют по организму, поэтому непригодны для длительного хранения. Роль запаса энергии играют огромные нерастворимые в воде молекулы полисахаридов. У растений крахмал, а у животных и грибов гликоген. Углеводы запасаются в растительных клетках в форме крахмала, в животных в клетках в форме гликогена. Крахмала много в картофеле. В пищевом рационе человека на долю крахмала приходится около 80 процентов общего количества потребляемых углеводов. Крахмал синтезируется и запасается в клетках растений, а гликоген в клетках животных, в частности в печени. Гликоген в организме используется в качестве энергетического материала для питания работающих мышц. Эти углеводы наряду с глюкозой выполняют в организме также и энергетическую функцию. При окислении 1 грамма углеводов выделяется 17,6 кДж энергии. Количество образовавшейся теплоты в этом случае меньше, чем при окислении жиров. Однако углеводы быстрее расщепляются и усваиваются организмом, чем жиры. Например, клетки нервной ткани используют глюкозу как основной источник энергии. Камеди и слизи имеют важную защитную функцию в организмах растений и животных. Асматическая функция углеводов. Они участвуют в регуляции асматического давления в организме. Например, от концентрации глюкозы зависит асматическое давление крови. Какую же роль углеводы играют в жизни человека? Углеводы считаются основным источником энергии организма и являются основным источником топлива для физических упражнений и занятий спорта. Слишком много углеводов организм будет скрывать лишний жир. Большинство пищевых продуктов, которые мы потребляем, содержат углеводы. Все фрукты и овощи, весь хлеб, зерновые продукты – это углеводы, а также сахара и сладкие продукты. В некоторых продуктах содержится больше углеводов, чем в других. Например, макаронные изделия, хлеб, рис, молоко, картофель, выпечка, фрукты, овощи, крупы и попкорн – все имеют высокие углеводы. Крахмал является наиболее распространенным углеводом в типичном рационе человека. Картофель, рис, пшеница и кукуруза содержат большое количество крахмала. Углеводы не все одинаковы. Искусственные очищенные углеводы действуют по-разному в наших телах по сравнению с естественными сложными углеводами. Обработанные антропогенные углеводы имеют мало пищи и разрушаются, перевариваются очень быстро, используются нашим организмом. Употребление этих углеводов даст временный всплеск энергии, но вскоре мы снова почувствуем усталость и голод. Рафинированные углеводы содержатся в таких продуктах, как белый хлеб, белая паста, белый рис, сахар, печенье, пирожные и фруктовые соки, которые требуют определенного количества технологических операций при их изготовлении. Более естественный комплекс углеводов, с другой стороны, загружается с такими питательными веществами, как клетчатка, витамины и минералы. Эти углеводы не вызывают такой же скачок уровня сахара в крови. Наше тело ломает их и переваривает гораздо медленнее, поэтому мы чувствуем себя сытыми более длительное время. Непродуцированные продукты, такие как свежие фрукты и овощи, цельнозерновые хлебцы, злаки, макароны и коричневый рис – все это здоровые натуральные углеводы. Люди могут жить здоровой жизнью, потребляя очень малое количество углеводов, потому что наши тела могут превращать белки в углеводы. Итак, ребята, мы с вами сегодня поговорили о том, что такое липиды, какими они бывают, какие функции выполняют, почему важно употреблять ненасыщенные жиры в пищу, рассмотрели роль углеводов в жизни растений, животных и человека, определили важность употребления натуральных углеводов в пищу. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания, ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова